Продолжение следует... Под то, чтобы напомнить что-то из прошлого семестра и так далее. В общем, это такая хорошая, очень продвинутая комбинаторная геометрия, как я предполагаю. Ну, сейчас мы это дело услышим. Второй докладчик у нас, я думаю, что многим здесь присутствующим известен Алексей Яковлевич Конель-Белов. Он тоже дистанционно, к сожалению. Он очень рвется приехать сюда, но вот граница закрыта, и он не может никак приехать. Как это закрыто? У него закрыто? У него закрыто, да. Он из Израиля сюда прилететь не может. А в Израиль? Из Израиля не пускают? Ну, вот из Израиля пока вот никак не выпустят. А, да-да-да, они там, по-моему, полностью... Да, ну, полностью пока что, да. Но мы надеемся, что скоро он к нам прилетит. Но поскольку уже надо, как бы, производить выбор руководителя, то мы попросили его выступить тоже дистанционно. Вот, если будет время, я тоже немножко про себя расскажу, потому что я что-то так, ну, решил себя наконец оставить. Вот, но у нас еще девятого будут выступать люди. Это будут, видимо, последние люди, которые будут выступать. Но, в конце концов, я могу и девятого выступить, если я сегодня не успею. Потому что, в принципе, я обещал минут по сорок обоим докладчикам. И сильно затягивать, как обычно это получается, не хочется. Здравствуйте. Я сегодня подготовил такие пять, скажем, тем по разным задачам. Но они задачи все такие... Я, честно говоря, думал, что... Ну, и так и есть, наверное, что поскольку сейчас у вас мало времени, то я не буду такие большие, где надо как-то учить. Все задачи, которые я сегодня расскажу, вот, почти все, ну, может, последние, на самом деле можно начинать прямо с завтра или сегодня даже. То есть вы можете не знать. Но все они, и опять-таки почти все, они связаны с тем, связаны с... Ну, грубо говоря, немножко программировать надо. Какие-то надо такое связано с экспериментами, значит, абсолютно... Часть из них абсолютно новые, и... Может быть, там, я, по-моему, могу и не знать, чего-то. Значит, давайте я начну сейчас... Одну секундочку. Так, сейчас я... Сейчас они спешили. Ага, вот. Я сейчас нахожусь... Видно, да, что-нибудь? Все нормально? Смотрите. Да. Да. Ответить могу, наверное, только я, но все хорошо видно, вроде бы, да. Да, ну, хорошо, да. Значит, у меня вот есть... Я подготовил такой... Такой... Две странички файл, с которым есть... Есть там такие задачи, которые перетислили, вот, 5-7. Правда, видите, на четвертом никаких материалов я не подготовил, но потом я скажу пару слов. И еще у меня там есть несколько разных материалов. Между прочим, часть из них вот уже была на... Я рассказывал там парочку, по крайней мере, из них. Может, даже три. Ну, да, по крайней мере, две, наверное, ветри. С тем, которые я уже рассказывал в октябре прошлого года. Значит, давайте я начну с первой. Первая задачка, она относится прямо к молодости, скажем так, ко времени обучения, поскольку эта задачка относится к так называемому приближению, диафантовым приближением. В общем-то, как-то прислана из теории чисел, вот, но удивительная задачка. Я ее, я об этой задачи узнал 10 дней назад, вот, буквально, ровно 10 дней назад. Просто мне прислали из журнала статью на рецензию. Даже я бы сказал, даже на рецензию они уже, как бы, я так понял, что они уже приняли решение. Просто на мое мнение, оказывается, я все время пропустил. Я, на самом деле, там написал, что 21-го года работа Хайнса и Марклова. На самом деле, она ноября 20-го года, то есть уже сколько-то месяцев есть. Значит, это связано с классической, очень старой такой темой, которая везде встречается, и в диафантовых приближениях, и в геометрии, и в динамических системах, и еще много где. Это так называемая последовательность кроникера. Последовательность кроникера – это вот что такое. Я сейчас расскажу сначала, вот здесь написано формальное определение, что такое торс, что такое решетка. Потом два слова скажу про это. Мы начнем вот с какой. Задачка такая. То есть, по-моему, что у вас есть число, одно число какое-то, так? Итак, и мы число между нулем и единицей. Мы начинаем это число умножать на n, умножать на n, зафиксировано n большое, и умножаем его на 2, на 2, на 3 и так далее. И смотрим, как по модулю 1, мы смотрим, как эти точки распределяются. Последовательность, вот в общем виде это выглядит так. Значит, у нас есть некоторый решеток. Ну, скажем, мы только рассмотрим один… А, ну, еще трехмерный случай. Двумерный и трехмерный случай. То есть, у вас есть какая-то решетка. Ну, просто обычная квадратная решетка или под углом 60 градусов такая решетка. Такие ромбики, правильно раздвигаете, правильно сторонам раздвигаются ромбики, получается решетка такая, наклонная решетка. Пусть там угол между ними 60 градусов. Ну, или обычная квадратная решетка. То есть, как раз это основной результат про это. Так вот, значит, мы берем вектор какой-нибудь в нашей фундаментальной области. Ну, давайте, пусть это будет для двумерных случаев, пусть это будет некоторый параллограмм. Вот. И теперь умножаем этот вектор на 2, на 3 и так далее. Дофиксируем числа N большое. Сейчас я на секунду, наверное, встряну и спрошу у публики, как минимум, который здесь сидит, да, в общем, и в зуме тоже. Вообще понятно сейчас, что происходит? Произносятся какие-то слова, фундаментальная область, прочее? Нормально, да? Ну, в принципе, даже я про решетки когда-то еще в школе, наверное, рассказывал присутствующим. Вот. Ну, хорошо, говорят понятно. Не, ну, если вы сейчас что-то не понимаете, конечно, не проживать надо. Так вот, значит, про оригинальную, значит, знаете, с кроникера, когда мы просто рассматриваем точку на отрезке, 0,1, так? Это рассматривалось с кроникером, и там он доказал, что это будет распределение, когда мы смотрим это все доплотное распределение, а потом еще позже Вейль доказал, что это вообще равномерное распределение. И это самый известный, насколько я понимаю, и один из, может быть, даже самый популярный способ получать случайные последовательности чисел. Вот. В любой там, на самом деле, в любой более-менее такой приличный язык, встроенный даже, как говорят, такой случайные числа. Вот это как раз один из способов. Надо взять просто иррациональное число, если ты возьмешь иррациональное, то так не получится. А вот это любое иррациональное число у вас, значит, будет вот так иррационально распределять. Вот, значит, вроде бы абсолютно классическая тема, и вдруг я вот обнаружил совершенно удивительную вещь, что оказывается и для одномерного случая, там есть теорема трех расстояний. Если рассмотреть эти точки, вот N-точек мы взяли и посмотрели ближайшие, вот ближайшие справа, скажем, ближайшие точки, то заказ всего бывает всегда, в любом случае, бывает не больше всех расстояний. Чтобы меня просто удивить. Вот в этой статье, которую я сейчас начал, про которую я сейчас два слова скажу, значит, утверждается, что для квадратной решетки, для квадратной решетки, повторяю, получается, что эти решетки всего лишь не больше пяти. Более того, у них там есть общая оценка, она довольно грубая, через контактные числа. Там даже есть ссылка на их работы, там одна обзорная работа и на контактные числа. Через них они выбили, например, для трехмерного случая, что это число расстояний ближайших соседей не больше, чем тринадцати, и выдвинули гипотезу, что их, на самом деле, гипотезу, что их не больше семи. Сейчас я вам покажу картинку, после которой будет приятно. Так, вот, значит, смотрите, мы рассматриваем число, мы рассматриваем вектор, для двумя, я рассматриваю в других случаях, мы рассматриваем вектор, вот эти наши два числа, и n равно девяти, решетка квадратная, повторяю. Значит, мы начинаем теперь увеличивать, мы начинаем теперь рассматривать эти все точки, умножаем на два, на три и так далее, до девяти, и смотрим, что получится. И каждый раз выбираем ближайшего соседа, для каждой точки выбираем ближайшего соседа. Получается, вот здесь два примера замечательных, вот первый пример и второй пример. Вот смотрите, что происходит. Берем точку 1, изначально наш вектор, да, и мы берем все точки, первая, вторая, третья, четвертая и так далее, вот эти точки наши. Мы по модулю 1 рассматриваем, то есть каждый раз у нас все мы делаем в единичном, мы каждый раз смотрим, как образ решетки, образ на торе. Да, кстати говоря, что такое, почему здесь торт, это два рассматривания. Можно рассматривать периодическую такую, а можно рассматривать просто торт. То есть у нас вот эти две, нижняя и верхняя склевается, левая и правая склевается. И поэтому, например, расстояние от единицы до шестерки не вот это берется, а вот через, видите, как вот красиво единица, и вот оно пошло сюда, шестая. Так вот, значит, давайте посмотрим, на что получилось в этой ситуации. Получилось три расстояния, они даже вот наверху перечислены. Вот они их, пять расстояний, извините. Вот, и, значит, получился такой граф, причем граф связанный. Во-первых, расстояние получилось пять, и вот они здесь отметены, один, два, три, четыре, пять. Вот эти пять расстояний. И какой-то, это какой-то такой странный, он получается граф направленный, потому что, например, для единицы, если мы посмотрим для единицы, да, то, например, для единицы у нас ближайший будет, что у нас там будет, для единицы будет ближайший вот девять, на самом деле, так? А, например, для шестерки, вот, для шестерки единица, а единица шестерка не является ближайшей. Так вот, значит, и вот видите, что на самом деле там для, получается, что, например, у единицы степень четыре, то есть здесь будет четыре ближайших соседа таких, для тех смотреть по всему направлению, то есть те, для которых он ближайший, только один из них ближайший для него. Я, кстати говоря, не обратил какую-то удивительную, такая, конечно, геометрия. Вот это в случае для двенадцати точек, и другой вектор берется, так? И вот получается, видите, все эти направления графа, и у него тоже какие-то и свойства. Значит, здесь очень интересный вопрос, который возникает для меня, чисто геометрически, значит, что, хорошо, вот мы получили, что, значит, первая задача, которая такая возникает. Мы получили, генеральная доказательная теорема в этой статье, которую я вам тоже пришлю, о том, что, значит, бывает не больше пяти соседей. Вот, не больше пяти соседей. Но у него есть какие-то такие комбинаторные свойства. В частности, получается, граф. У этого графа только бывает, у этого направленного графа, у него не больше четырех соседей. Вот, ну, понятно, есть, и ни разу не бывает, чтобы степень вершины, если бы убрать ориентацию, то есть ориентация есть. Если бы убрать ориентацию, то я не видел ни одного случая, когда есть три соседей. То есть бывает один, два и четыре. Я не знаю, что это. Может быть, это случайность. Может быть, еще чего-то. Вот первая задача, которая возникает. Давайте рассмотрим, ничего не будем рассматривать другого. Мы рассмотрим точки. Все программировать очень просто. И давайте просто, вот я предлагаю, одна из тем курсовых такой, набрать статистику, посмотреть, что происходит, просто погонять для разных случаев и посмотреть, что будет происходить с этим графом. И как будет представлять состояние. И, может быть, по этому формируется гипотеза. Вот, например, отсутствие степени 3 для меня загадка. Кроме того, посмотри, довольно забавно, довольно забавно, в общем, с ориентацией. Потому что, вот опять-таки, я так не мог оторваться от этой картинки. Видите, вот у нас степень вершины 4, но в степени вершины 4 всегда кто-то входит. Там, правда, есть такие, видите, в обе стороны направлены, например, вот между одной единицей и девяткой. Но всегда, всегда обязательно, когда вот на степени вершины 4, то у нас входит в эту, вот, например, в девятку, да, и в единичку, у них обязательно входит ровно 4 все входа. А, например, ну, понятно, а степень вершины, когда у нас 1, то есть 10 вершина, у нас всегда из нее выходит. Ну, это более-менее понятно, что так и должно быть. Но нету, что было направлено в обе стороны. Вот такая забавная геометрия, конечно, можно смотреть на нее долго, что я и сделал, на самом деле, не читая никаких доказательств. И, значит, эта задача, скажем так, первая, просто ничего не делать. А вторая задача для меня, мне кажется, очень интересная. Потому что там есть некоторая теорема и некоторая оценка для так называемых уни-модулярных. Но уни-модулярных не бывает решеток до размера с тем 8 нетривиальных. Это всегда будет квадратная решетка обычная. Вот. Ну, квадратная, кубическая решетка. И, значит, вопрос вот такой. Хорошо, а давайте-ка мы сменим, давайте-ка мы сменим, у нас будет теперь не квадрат, а решетка, а, например, прямоугольная для простоты. Ну, казалось бы, ну да, прямоугольная, еще мы там возьмем, там разделим, куда-то что-то поделим, у нас будет... Но это не будет изометрией. С расстояниями там сразу непонятно, что будет происходить. Вот. Будет ли для прямоугольников... Просто берем прямоугольник, прямоугольник, например, 1-2, или там 1 корень из 2 со сторонами, 1 и корень из 2, я не знаю, какие-то прямоугольники, очень интересно. И с рациональными, и с рациональными. Что будет происходить с этими числами? Какое будет максимальное расстояние? Пусть, может быть, оказаться, что с ростом n это растет бесконечно, не будет ограниченным для любого, потому что в любом случае здесь для любого n удивительный случай, что бывает максимум 5 расстояний. А, ну, если хорошо, если будет бесконечно, то тоже очень забавно посмотреть на это дело, скажем, рационально. Но тогда надо посмотреть, какая оценка это. Если какая-то мысль, это будет константа, можно на n, и как это растет число расстояния. Короче, здесь какой-то такой ящик Пандоры, такое-то безграничное число вопросов. Вот это мне очень интересно, например, посмотреть на просто обычный ром с 60 градусами, да, и вот когда у нас это вместо квадрата будет ром с 60 градусами, и посмотреть. Значит, я вот говорю, что это, значит, можно развиваться прямо всего. Если вы знаете, нужно бы там матлаб, математика, ну, какую-нибудь, какие-то любую, здесь программировать почти нечего. Ну, с параллограммом, конечно, немножко надо будет чуть-чуть геометрию вспомнить, ну, совсем уж элементарно на уровне диапаза это асминь больше. Ну, еще я покажу одну картинку для Куба, для Куба, которая здесь тоже приводится. Здесь, как вы знаете, да, вот это совсем интересно, но я думаю, что здесь открытая задача. Значит, у них оценка 13, которую они получили, а реально экспериментальная оценка 7. Вот. И опять-таки граф получается связный вот на кубическом, на трехмерном Торе, ну, или периодический, как хотите, говорите. Вот. Ну, бодно говорит Тор. Вот так вот скажем. Я не знаю, не говорят периодически, потому что если это долго объяснять, а говорят, что просто на Тор. так вам удобно. И смотрите, опять он обладает какими-то такими похожими свойствами. Посмотрите на этот граф. Видите? Здесь уже у нас, здесь у нас уже 6, то есть на 1 меньше, как вы помните, там у нас были степени 4 и 1, ну, 4, 1, 2, да, а здесь у нас 1, 2 и на единичку меньше, 7 минус 6. Что это такое? Закон природы, или это просто случайность для маленьких, я не знаю. Вот как раз я вам предлагаю, предлагаю это все и на это все и посмотреть. Значит, вот это первая задачка. Задачка, вот я здесь вот написан, экспериментальным путем определить, каким это может быть число для максимального максимального числа и расстояния для произвольной решетки. Ну, и рассмотреть, в частности, случай прямоугольной решетки, ромбов, в частности, ромб с углом в 60 градусов, ну, изучить структуру, посмотреть примеры для трех и изучить структуру графа. Ну, я имею в виду, потому что у нас СН это последовательный стольчик, но у нее еще структура графа, поскольку мы ставим ребро, когда если у нас куда-то ориентировано ребро, если у нас находим ближайший союз для данной точки, то мы еще проводим ребро и ставим на этом ребре, на этом ребре ставим ориентирование. Значит, да, еще, кстати, оно дерево, почему оно дерево, почему не может быть замкнут циклов, это тоже непонятно, вот, но это, наверное, я не знаю, может быть, это все очень просто, как-то объясняем. Я вот в этой работе, там есть какие-то теоремы геометрии, там, вернее, доказательство есть, если вы посмотрите, там они долго-долго-долго доказывают, они другую задачку решают, они решили задачку такую сделать, они просто в створе не все точки смотрят, а только в створе, и там они более-менее решили в одном случае, и там увеличивают число, но вот, может быть, это как-то сводится, я не знаю, но это надо все изучать, и мне кажется, просто очень интересно, для меня, по крайней мере, это я так не мог, не мог оторваться, и все неожиданно, я не знал, почему так, почему так устроена жизнь, почему там для этих, бывает всего лишь пять расстояний, но это связано, конечно, с рациональностью, мне кажется, поскольку все-таки у него, но точки могут быть любые, вот что интересно, точки любые, и они, они будут, они, наверное, все равно будут, как-то всюду плотно приходить, но, то есть, не в смысле, в каком там орбите, будут так-то так, вообще-то, их можно развить на группы, если будут люди, которые, заинтересованные студенты, которые внизу в этой задачке, то можно помочь, я показываю, у меня только есть программа, только на MATLAB, но это, как бы, можно, если на MATLAB, то я могу помочь, если не на MATLAB, то я помочь, я не могу, только алгоритмически, просто можно поговорить про алгоритм. Вторая задачка, я ее, про нее рассказывал, но я сейчас из нее просто выделил задачки, я выделил одну часть, которая прям вот они как бы идут рядышком. Это задачка про упаковку кругов на плоскость, периодические упаковки, кругов на плоскость. Задачка такая, что у нас есть, ну все как выше, у нас есть тор, и я сейчас расскажу за эквивалентную задачу, потому что можно круги, а можно рассматривать точки. Что такое упаковка кругов, а равных кругов или шаров, что-то, наверное, пространство и выше. Значит, если у нас есть два круга на плоскости, так, радиусы R, то означает, что расстояние между центрами не меньше, чем 2R, они же не пересекаются. Поэтому задачку можно поставить по-другому. У нас есть точки на точке на нашем торе, и надо найти заданных точек на нашем торе, и надо найти такую конфигурацию, чтобы расстояние, чтобы минимальное расстояние было как можно большим. Это означает, что это будет диаметр, тогда это будет, это будут, тогда если это расстояние, будут можно считать, что это диаметр кругов, которые, если у нас есть, там, скажем, D, да, расстояние, минимальное расстояние между расстояние, что D пополам, радиусы D пополам, другие, которые не пересекаются. Значит, это задачка для квадратных решеток. Совсем недавно, кстати говоря, это было, это связано с супер- разрешением. Вот когда-то у меня мой один знакомый, Данил Алексеевич Усиков, он в тот момент работал в Соне, он у меня попросил, попросил что-нибудь сказать про эту задачку при заданном N. У него были эксперименты, которые он там тоже для небольших N. И он, значит, сказал, что они занимаются супер-разрешением. Супер-разрешение вот что такое, что на самом деле можно тупо взять, берем на эту цифровую камеру, вы можете тупо увеличить число пикселов, да, вот просто увеличивать два раза. Если вы увеличите два раза, то у вас число пикселов увеличится четыре раза. Вот. Значит, а вот вопрос, можно ли как-нибудь обойти? Есть такая идея, и она уже реализована, вот в этом байфоне последние три камеры сразу. На самом деле вы можете снимать одно и то же, один и то же, с нескольких разных мест. Но тогда надо так, чтобы они были, как бы, в квадратики, были максимально отделены. Если у вас пиксел квадратный, кстати говоря, они считают, что пиксел квадратный. Так вот. И знаете, как они решают? Очень интересно, значит, в этом, по крайней мере, в афоне решено очень просто, очень интересно. Они, поскольку ваша рука дрожит, когда вы снимаете, у вас на самом деле не один кадр, а сразу много появляется, и так более-менее случайно разбросано. И тогда можно, оказывается, если у вас снято одно и то уже с разных точек, то тогда на самом деле тоже можно увидеть разрешение. Даже с одной камерой. А это вот уже этот, видите, они уже три камеры поставили, и так там уже совсем. Короче, вот такая задачка, которая пришла просто из жизни. Вот. Есть, кстати, и другие там вопросы. Я знаю, сейчас вот такая большая тема на физтехе, связанная с как раз вот именно с двумерными, именно с двумерным случаем. Как это называется? Как Нобелевскую премию получили там ребята? Как это называется? Материал, как называется, который... Сейчас, про какой материал вопрос? Ну вот, Нобелевскую премию получили... А, про графен, что ли? Да, графен, да. Вот этот графен. Вот я просто когда, когда там я писал эту заявку на физтехшем, на этот годовой проект, который, например, сейчас наградусь, значит, там как раз была, мы обнаружили, что есть такая тема, одна из приоритетных тем, именно двумерные упаковки. Именно двумерные упаковки. Даже не трехмерные, хотя трехмерные понятно, а именно двумерные упаковки. Поэтому эта тема как бы одна из приоритетов. Там не так много тем, которые прямо вот такие. Вот этот случай просто интересный. Давайте я покажу вам чуть-чуть, я покажу, что у нас было... Ага, вот сейчас у меня есть докладик мой. Значит, вот смотрите, вот о чем я говорю. Вот если у нас есть квадратик, да, квадрат, это была старая задача, где за фамилии людей. Задача очень сложная, ручками сделать так, найти, найти случаи, когда в квадрате вот есть найти эти вот расположения кругов одинакового радиуса, ну или точек центров. Значит, вот квадрат, вот это, по-моему, если я не ошибаюсь, это все известные случаи, но там еще есть какие-то случаи, некоторые серии, которые были. В общем, про это не так много известно. Ну, видно, что квадрат... Причем задача по-моему, восходит еще там, я не знаю, со времен Кеплера там и потихонечку занимались. Доказано было, вот я помню про одного Шайер, который... Шайер в каком-то у него была диссертация на эту тему, потом он когда уходил, там, не знаю какой-то случай, доказал там пять кругов или пять шаров там тоже. Он занимался и кубами, квадраты. И вот он уходил на пенсию, был последний случай, там, по-моему, чуть ли не девять. Или какой-то случай был доказан. Он его сделал и ушел на пенсию. То есть человек не отвлекался, занимался одной задачей. Паковал в квадрат или в квадрат круги и в куб сары. Значит, мы... Да, в случае, когда ТОР у нас есть, да, вот когда мы периодически упаковываем, ответы будут другие, вот там зафиксируйте ситуацию для ТИНИ, да. Ноль триста сорок девять. Вот, что у нас получилось, мы с Антоном Никитенко, сейчас он в Австрии был, он сейчас там в Австрии. Вот, мы занимались задачи и удивительным образом обнаружили, что для семи ответ не один, а их целых три. вот здесь вы видите, один первый, причем такого никогда не бывает, есть изолированный круг. Вот у нас есть квадратик, и мы так вот периодически упаковываем. Вот можно вот это расположение на ТОРе, это как бы один целый круг. Вот. И всегда будет ответ, всегда будет ответ вот такой. Помните, там 0,37, что будет лучше на ТОРе, потому что у нас расстояние идёт через сторону, поэтому у нас как бы ответ получается лучше. Вот. И, но решение три. Раз решение, второе решение, обычное, еще есть третье решение. И третье решение, третье решение еще такое, туда можно вставить, туда еще можно вставить и еще один, еще один круг. И вот это как раз получилось, это доказано, что для случая восьми точек это идеально, что это максимально. Вот я вам показал решение задачи, три решения для семи точек и одно решение для восьми. В общем, все, что известно до восьми, для квадратной решетки известно. Задача. Задача такая. Значит, хорошо. Опять мы можем изменить периодически. У нас есть квадратная решетка, но есть, можно рассматривать любой, 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 любой параллограмм и на нем рассматривать как ТОР, да. ТОР построен по параллограмму, полоски ТОР построен по параллограмму. И вопрос такой, для маленьких n, что такое маленькое n? Ну, например, меньше либо равно 500. Ну, один понятно, один там нечего делать, надо просто писаным. То есть это понятно для одного, для двух там тоже более-менее понятно. Вот, например, для трех. Я не знаю ответ, универсальный ответ для любого параллограмма. И для четырех очень забавно. То есть, как расположить четыре точки, да, вот, на четыре точки, такое расположение четырех точек для параллограммы, там, хорошее. Причем, интересно, для прямоугольников, я думаю, что для прямоугольников даже если прямое, если прямое приложение какие-нибудь могут найти, там, например, пикселы необязательно могут быть, я не знаю, там рассматриваются иногда прямоугольники, потому что наш экран там, я забыл, 800 на 1200, 3 на 4, по-моему, так, если я не ошибаюсь. Четыре, да. Вот, по размерам отношения. То есть, может быть, мы рассматриваем маленькие прямоугольники для... Вот. И, значит, вот, короче, просто взять вот посмотреть, чтобы посмотреть, какие бывают, какие, какие будут оптимальные расположения. Опять можно, конечно, включить, можно рисовать ручками, можно рисовать, можно делать эксперименты, посмотреть на компьютере, но вот ничего не, я ничего не знаю, хотя я даже что-то уже предлагал несколько раз. Ну, правда, никто особо так не занимался, я думаю, что... А, единственный случай, который занимается как раз тот самый ромб в 60 градусов, там есть, потому что там, поскольку это самый плотный упаковок, так нам гексагональная, там для некоторых случаев можно легко доказать, так и исполнили с авторами, у меня была одна работа, но для никаких других случаев я не знаю. И совсем уже интересный трехмерный случай, ко мне несколько раз подходили разные люди, говорили, что это очень интересно для точки зрения приложения, например, металл так устроен, вообще так наночастицы так устроены, вот они просто устроены так, что это одинаково, они считают, всегда считают, что это такой шарик такой, да, какого-то радиуса, и вот они как-то располагаются от их интересных расположений, и особенно максимально, и когда, вот как я подошел, был в Японии, подошел ко мне один специалист, сказал, что вот очень нам интересно, мы знаем эту задачу, и вот для трехмерных случаев мы ничего не знаем. На самом деле, появилась, я эту рекламировал, как-то появилась эта работа одна, для небольших. В общем, короче, вот посмотреть, то же самое, такое же слово еще можно и посмотреть для трехмерных, для трехмерного случая, если есть результаты. Но приоритет для меня, я считаю, что в течение этих двух месяцев хочется просто рассмотреть разные случаи, посмотреть, скажем, для трех-четырех теки, вот, посмотреть, какие бывают ответы. Вот, я думаю, что это просто интересно. И большая тема, и еще может быть вписаны во всю эту науку, которой сейчас занимается много, так называемые кристаллы, там всякие связаны с физикой, связаны с химией, материаловедением. Вот, и материаловеды, кстати, самые большие потребители этой деятельности. Так, сколько у меня времени, Андрей, есть еще? Ну, как бы это сказать, мы же начали позже, в принципе, можно еще, наверное, минут десять поговорить, но с другой стороны, хотелось бы уложиться более- менее в семинар, я не знаю даже. Ну, давай, десять минут, да, десять минут. Ну, давайте, да, да, давайте десять минут еще. Хорошо. Значит, не, ну, мы начали, да, действительно, мы начали на пятнадцать минут, по крайней мере, на пятнадцать минут. Ну, да, да, к сожалению, что-то сегодня с техникой было. Значит, третья задача, я тоже ее про нее рассказывал, это очень такая старая, красивая задачка. Сейчас одну я, наверное, пропущу там последнюю, я на ней это остановлюсь. Значит, я сейчас покажу. Задачка такая, это очень-очень старая, это называется паризм Штейнера. Задачка такая. Представьте, что у нас есть две окружности, вот, абы какие, и мы делаем следующую вещь. Берем какую-нибудь окружность, вот, например, вот эту так, и начинаем, строим следующую окружность, которая касается, касается двух данных окружностей внутреннюю и наружную, и этой окружности. Вот мы так идем, 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 и иногда так может случиться, не всегда, иногда так может случиться, что эта цепочка замкнется, то есть последняя коснется опять первой. Теорема Штейнера, Штейнер это такой геометр девятнадцатого века, ну, где-то, не знаю, там, скажем, где-то 150-170 назад он доказал, ну, несложное, это такое упражнение школе, для этого задача, для школьников, по-моему, я и узнал со школы, так доказывать, с помощью инверсии узнал со школы. А, значит, Теорема Штейнера говорил, что, на самом деле, если такое случится, то вы можете найти с любой окружности. Вот просто взять, вот видите, у вас два случая, и эти случаи не совпадают, я просто вы берете любую окружность, например, здесь, и все равно получится. Если это случится в одном случае, то случится всегда. Вот. И вот вы даже можете посмотреть как-то красиво. Мы меняем первую окружность, у нас получается разная цепочка. Здесь написана венгерская математика, которая мне пришла. Вот. И еще более, это тоже его же. Смотрите, видите, цепочка Штейнера. Еще называют его паризм Штейнера. Штейнера. Я знаю только два слова паризм, Штейнер и Паризм. На самом деле, паризм – это просто утверждение по-гречески, но почему-то в этом случае, вот так вот для красоты мне очень нравится слово паризм. Загадочное место теоремы или там такое просто паризм. Именно для этого случится. Задачка, которую я хотел вам предложить, значит, такая. Я в свое время рассмотрел, тоже у меня там есть татья, про которую я здесь сослался. Задачка такой вот. Я, собственно, задался вопросом таким. А что будет в многомерном случае? Будет, значит, можем ли мы как-то обобщить эту тарю? Да, я нашел пять случаев. Значит, один случай, это известный был. Значит, во-первых, это двумерный случай. Второй случай, это просто нам надо списывать там тетрайдер. У нас будет четыре. Между двумя сферами будет четыре. В трехмерном пространстве будет четыре. Потом еще есть текосайдер. Есть еще октайдер. октайдер – это серия для любого размерности. Есть еще один очень забавный 600-гранник в четырехмерном пространстве. Вот это вот перечень всех. Когда мы так можем делать? Мы берем сферу там, к нему еще одну сферу такого же, касающуюся внутреннюю и внешнюю. И потом продолжаем еще. Если у нас есть две, еще однозначным образом, двумя способами можно, еще одну. Таким вот. И вопросы, когда это за одно алгоритмом работает. Вот. Это вот пять случаев. Но особенно мне интересны случаи октайдера. То есть октайдер – это такая пирамида. Знаете, такая пирамида октайдер и икосайдер. У октайдера шесть вершин, у икосайдера двенадцать. Вот, значит, вопрос, вопрос связан с теоремой Декарта. Есть еще один результат, еще более ранний, еще более древний. Это… Сейчас англический… Сейчас англический… Покажи его… Так, говорим, теорема Декарта, которая… Вы можете себе трудности представить, это аж там чуть-чуть меньше четырехсот 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 третий год, который решал похожую задачу. Вот видите, у нас есть три окружности и есть внутренний и внешний. То есть у нас лучше не любая цепочка стейнера, а вот три окружности. И оказалось, что вот если у нас есть вот такие три окружности, мы хотим найти радиус внутренний и внешний, то надо это сделать таким образом. Там верно такая терема, вот вы видите такие замечательные числа, называется кривизна. Кривизна – это единица на радиусу, но она со знаком. Если, например, касается внешним образом, тогда ставится знак плюс, а если внутреннему для этой окружности, то, значит, знак минус. Значит, минус, скажем, четвертую пытается найти, если у нас для внутреннего, то здесь будет стоять минус, а для этого будет просто плюс. Так вот такая замечательная формула. Формула Декарта, которую, значит, о том, что сумма этих квадратов равняется двойной суммы квадратов. Теорема Декарта почему-то она была, я не знаю, понятно, что там геометры его профессиональные знали, но эту теорему иногда называют формулой Содди. Содди был такой забавный такой, интересный, вернее, у него. Он был химик с Нобелевской премией, со всеми с какими-то завиральными идеями. И он ее эту формулу переоткрыл. И даже написал поэму. Вот. Я где-то видел эту поэму. Поэма – это круто, да. Да. Это многие знают про это. Кстати говоря, даже упоминается в Википедии, который я открыл. Даже упоминается и Шарыгина тоже он был. Здесь есть русские публикации. Да, вот смотрите, «Барабанов в барабану» история прямо в Декарте округа. И еще Василенко. Ну, если посмотрите в англоязычную, вы там найдете ссылку на поэму. Да. И, кстати говоря, они сделали обобщение. Сделали и сотни Госсы, да. Значит, почему-то они такие Госсы. Ну, неважно. Им Эди карта выскочила. И они еще обобщение для любого N. То есть, например, что у нас будет в трехмерном случае? Есть четыре, четыре взаимно касающихся другого касающихся шара. И есть внутренняя описывающая ее сфера. Так вот, радиусы будут, вот видите, как, например, здесь у нас N равняется 3. И она обладает точно таким условием. Вместо двойки здесь стоит N. Например, здесь будет, например, очень красивая формула. Поэтому он, вот, и поэтому этот Нобелевский уряд по химии, значит, вот он так, и настолько она его поразила, что он даже написал по N. Вопрос открытый, в которой прямо, вы можете писать какая-то древность, я нечего услышать. Вопрос. 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 Ну, хорошо. Мы сейчас нашли еще трехмерных случаев. Еще два хороших случая. Конкретно у нас есть октайдр и есть экосайдр. Найти для октайдра и экосайдра, я понятия не имею, как это выводить. Мне кажется, оно тоже будет выглядеть как-то вот так хитро, формула каким-то квадратом, потому что там будет два решения. Найти аналог теоремы Декарта. Я сформулировал вот так. Скументальным путем постараться определить, каким может быть аналог теоремы Декарта для октайдра и экосайдра. Конечно, сейчас мы скажем, ну там какие-то формулы надо считать. На самом деле, ничего считать не надо. Я вам объясню. Все ситуации описываются так. Надо взять два концентрических сферы. Вернее так, надо взять правильный октайдр и взять вписанную сферу и описанную сферу. И дальше для всех случаев перечислено так. Надо взять какую-то точку, произвольную точку и сделать инверсию. И полученные ситуации всегда у нас будет вот такая ситуация. То есть, на самом деле, для того, чтобы ставить эксперимент, надо сделать инверсию и смотреть распределение, что происходит с радиусами. И, может быть, вы найдете, вот задача такая. Найти формулу или хотя бы посмотреть какие-то распределения. Угадать формулу. Здесь задача такая очень интересная. Я думаю, что как только эта формула будет найдена, доказать эту теорему может быть не так сложно. Сложно угадать ее. Ну, она хорошо. Она для пяти. То есть, для тех самых она выглядит довольно красиво. А что там будет? Я понятен. Я, честно говоря, особо не думал. Но поскольку я уже довольный. Бывали три ее задачи. Пропагандирую. Ну, по крайней мере, там, может быть, никто не думал про нее, конечно. Но я вполне допускаю, что может быть четким ответом надо. Если ответ и сложен, но еще и интереснее. Тогда можно будет здесь долго, долго, долго с этим как надо. Ну, тогда будет казать интересную следующую задачу. Вот здесь как раз тот случай, когда сначала скажите, что уже доказать. Я думаю, найдутся. Это будет не так сложно. Ну, вот, ходите в эти видео. Видите, есть какая. Гитар, Штейнер, Соди и прочие. Даже поэмы есть. Такая драматическая история. Попробуйте. Попробуйте. Если кто-то никому-то интересно, попробуйте поиграть. Я сказал, как. В чем, не надо ничего. Просто вот читайте радиусы. Я думаю, что не самая сложная задачка на компьютере посмотреть с этим и поиграть. Прямо с этим связана задачка, которая очень мне нравится. Это изучить. Вот все понятно. Для Круза это легко, как мы говорили, такие последовательности кроникера. А вот как равномерно распределенные последовательности находиться на сфере. Я, между прочим, исходя из предыдущего такого заданного алгоритма, я там придумал некий алгоритм. У меня нет совершенно времени на это дело обсуждать. Вот. У меня есть некий алгоритм, который строит последовательности типа кроникера. Вот. И программируем. И там такие удивительные случаи, потому что в случае, когда у нас на окружности, ну или на отрезках, ну лучше на окружности смотреть. Мы просто увеличиваем угол там, задом какая-то точка, да, и мы ее просто увеличиваем, умножаем, умножаем угол там, увеличиваем два раза, три раза и так далее. И она бегает по окружности. Так вот, значит, в этом случае они будут равномерно, там все будет равномерно распределено. Вот я вам уже повторял. А известный случай, когда они будут замыкаться, это просто когда угол рационален в Пи. Тогда она, если вот этот угол рационален в Пи, да, он такой вот есть. Рациональное число можно найти. Тогда у нас будет, тогда у нас будет всегда периодическая такая последовательность. Это конечный случай. Так вот, значит, там какие-то странные такие появляются кривые в этом алгоритме. Вот очень интересно поиграться с этим. Опять-таки, есть потребление, потому что для маленьких, для сфер всегда непонятно. Там это расположение точек, это очень-очень интересно. Много приложений, вплоть до Машиноградки, для Голливуда, потому что у меня, когда они описывают села такие, там нужно какие-то оптимальные расположения точек, и очень часто требуется на сфере смотреть. Там есть люди, в общем-то, такие вот таблицы, там не так все просто. Очень много-то понятно, как делать. Есть там более-менее тупые методы, прямые методы. Мало, ну мало там тоже мы знаем, какие конфигурации. А вот для, скажем, сто точек, я хочу раскладывать там тысячу точек. Вот больше ста точек, это точно все равно более-менее там проверено. Вот есть некие алгоритмы, но их не так много и не так они есть. Ну и последняя задача, я уже все заканчиваю по одну минуту. Значит, я вам пришлю. Это такая тема. Давайте я вам покажу. Даже у нас есть, есть даже в Матпросвещении наше сообщение на копианном статье про множество двумя расстояниями. Такая большая-большая тема. И есть, кстати говоря, моя лекция, у меня есть лекция позапрошлого года, я даже помню, там ребята какие-то даже что-то программировали. Это связанная с теорией Эйнхорна-Шонберга. Значит, там задача такая была. Вот у нас есть граф. Произвольный граф мы берем. Вот. И по этому графу надо построить такую конфигурацию минимальной размерности так, чтобы этот граф был как раз точности отображал множественными расстояниями. То есть у нас, если есть ребро, то это вот, скажем, минимальное одно расстояние. так, а добавление к нему это будет большая расстояние. Всего два расстояния, А и Б, скажем. Меньше и больше. Так вот, значит, оказывается, есть просто алгоритм, связанный и даже школьники. Там у меня два школьника были. Они как-то стал быстро. Значит, два школьника мне позапрошлого года, они просто взяли и написали программу. Мы находились в дубне. Примене. Еще мы с ним не обсуждали. Там у них какая-то была ошибка такая или какая-то. Вот. И здесь есть несколько задач, которые я тут вот перечислил. Очень интересная задача, связанная. Вот опять Андрею Михайловичу одна из любимых тел. Это связано с проблемой Борсука. О том, что можно ли там биение нож на меньшего диаметра. Вот. Если взять множество с расстояния. Там, во-первых, контрпримор построен на множестве двумя расстояниями. Посты самый лучший в размере 65. Там Андрея Бондаренко потом его улучшила 64. Вот. Но там есть еще одна такая гипотеза Гейла. Там, например, в трехмерном случае известно, что диаметр будет, не надо брать меньше, а он известно, какой может быть максимальный. Там 0, 8, 8, 8. 0, 8, 8, 8. Вот. Вот. Да, это корень из 3 плюс корень из 3 на 6. Да, вот. Такой вопрос. Даже для трехмерного случая это интересно. А мы рассмотрим теперь множество, ну, двумя, кстати, все трехмерные инференционеры перечислили. То есть там просто можно экспериментально ставить. А вот нам теперь давно скажут, три расстанет, четыре расстанет, пять расстанет. Что расстанет с этой формулой корень из 3 плюс там на корень из 6? Как туда войдет число s? Очень такой забавный вопрос. Ну, разбиение шар-то понятно какое оптимальное. Да, нет. А я, кстати, не знаю. Ну, просто вписываем также точно симплекс правильно и смотрим на каждую грань. А, понятно. Да. И там считается все. Но оптимально это или нет, это, конечно, непонятно. Начиная с какой-то размерности нет гипотезы Борсука. Не верна? Нет, я сейчас говорю не про гипотезу Борсука, а про гипотезу Гейла. Ну, гипотеза Гейла состоит в том, что в размерности 3 хуже шара тела нет. Да. Так вот вопрос. А когда мы... У меня был, собственно, такой же вопрос. А теперь мы сделаем... Мы берем не абы такую множество, но уже с состоянием. С двумя, тремя, четырьмя расстояниями. И вот там какое будет самое плохое? В общем, такой абсолютно понятный вопрос. Причем для двух, я не знаю, имеет ли это смысл для... Наверное, для Апплоскости это интересно. Для Апплоскости тоже интересно. Вот. Значит, я все что хочу сказать, что все множество с двумя расстояниями, перечисленные для размерности 2 и 3, еще и сделано это там 60 лет назад. Ну, 50 чем-то. Вот. Недавно я там один венгерский математик... И, кстати, венгерский математик мне прислал мне, что... Он сделал для размерности 4, там и для размерности 5 мне посылал. Ну, там... Да, я тоже вроде бы есть еще одна... Значит, короче, вот такая... Даже на пустом месте вот можно просто поиграться. Это такой вполне разумный вопрос. И улучшить... Для размерности 2 и 3 улучшить Гейла. Вот там вместо окружности какая будет... Ну, для размерности 2 может и простой вопрос. Нет, для размерности 2 хуже окружности действительно нет. Потому что когда мы разбиваем по крышку правильный шестиугольник, там как раз получаются корень из трех пополам диаметры. Ну, хорошо. А вот от 5 расстояния, что пятиугольник будет? Нет. А кто из участников Райгородский? Извините вопрос. Райгородский это я. Нет. А какое имя? Под каким именем? А, я не под именем. Я нахожусь... Он в зале находится. Привет, Леш. Привет, привет. Меня не видно сейчас. Я не на камеру говорю. Понятно. Вообще говоря, нам надо бы, наверное, уже уступить. Закончили. Я закончил. Докладчик. Значит, давайте я закончил. Спасибо за внимание. Все, что хотел рассказал. Вот. Я вам перешлю, наверное, не знаю, кому надо пересылать. Я вам перешлю все эти материалы, которые у меня сейчас есть. И вы можете... Материалы все можно пересылать мне. Хорошо. Я их распространю. Да. Значит, и вот вы видели задачки все. Я еще раз повторяю, что здесь, ну, может быть, последняя она бесконечная. Это с расстоянием. Это с расстоянием. А остальные задачки, особенно первая. Ну, просто... Да первая, да и вторая тоже интересно. Про круги на... Про точки в параллограмме, которые периодически служат. Вот. Так что, как говорится, welcome. Спасибо большое, Олег Рустумович. Может, у кого-то все-таки вопросы есть? У сидящих в Zoom или у сидящих в этой аудитории? На самом деле много очень интересных задач. Очень классических и современных разных. Вот. Я, конечно, всячески тоже заинтересован в том, чтобы они решались. Ну, да. Вот. В некоторых из них я прям вот лично заинтересован. Понятно, что Борсу Гейла к нам близко. Ну, конечно, да. Я это специально. Причем интересно, что никто ее как бы не рассматривал задачку. А первую там вот, я не знаю, там у Мальчу Витни какие-то. Или вы не занимались никогда? Он никогда не занимался таким вот кроникером. Ну, я вот не скажу в точности, занимался он этим или нет. Он будет, кстати, здесь живьем на следующий вторник. Можно будет у него спросить. Понятно. Ну, ладно. Спасибо большое. Спасибо, да. Я вам подошел. Сейчас все распространим. Присылайте нам материалы, все сделаем. Хорошо. Все. Спасибо. Вот. Ну, а сейчас Алексей Яковлевич, Канель, Белов. Нет. Хорошо. Смотрите. Есть такая... Наверное, народ знает о знаменитой теореме Вандервардена. Что если мы плоскость... Если, например, целые числа раскрашены в несколько цветов, то найдется прогрессия длинный миллион, составленная из чисел одного цвета. Это, наверное, это классика, так? Ну, я не знаю. Для кого-то классика, для кого-то нет. Может, тут есть люди, которые об этом не слышали. Ну, такой классический, действительно, результат. Ну, и вопрос такой. А бесконечное найдется или нет? Есть люди, которые не знают. Давайте я все-таки это почетче сформулирую. Значит, утверждение такое. Если взять множество всех натуральных чисел, бесконечное, и произвольным образом раскрасить его в конечное число цветов, то найдется цвет, содержащий сколь угодно длинные арифметические прогрессии. То есть, один цвет такой, что для любого К существует прогрессия длины К, покрашенная в этот цвет. Не бесконечная, но для любого К вообще, говоря, со своей разностью. Ну, да. При этом… Понятно, да? Двадцать шестой год, по-моему. Да. Только… Да. Только… Теперь есть знаменитая теорема Семеридия. Пускай плотность черных чисел положительна. Что такое плотность, естественно, определяется. Так вот, если плотность черных чисел положительна, то найдется прогрессия любой наперед заданной длины, исходя из черных чисел. Это знаменитая теорема Семеридия. Ну, была теорема про прогрессию длины 3. И, кстати, теорема Семеридия – это довольно сложно доказывается. Кстати, существенная часть премии Абеля, которую получил Семеридий, была связана с его теоремой. Что если мы раскрасим числа, некоторые черные, а некоторые белые, и черных плотность больше эпсилон, то найдется сколь угодно длинная прогрессия именно из черных чисел. Бесконечной может не найтись. А вот сколь угодно длинная – найдется. Это знаменитая сеть. Кстати, для прогрессии длины 3 это все сделать очень сложно. Имеется… Задача пообщается на плоскости. А именно, пускай у нас точки плоскости раскрашены в несколько цветов. Тогда для любой конечного множества найдется подобное ему множество одноцветное. Имеется и обобщение Семеридий. Если, например, клетки-решетки раскрашены в черный цвет некоторый и плотность черных больше эпсилона, то найдется черный квадрат. Почти по Малевичу найдется. Ну, в смысле четыре одноцветных клетки в вершинах квадрата. Ну, можно это, естественно, обобщить. И это классика. Теперь мы зададимся… Есть такой вопрос, тоже достаточно интересный. Допустим, мы красим не все натуральные числа, а только кусок натурального ряда. Длины N в черный и белый цвет. И ищем прогрессию длины… Ну, в несколько цветов. И мы ищем прогрессию длины 3. Длины N из одноцветных чисел. Ну, если кусок слишком маленький, то она не найдется. А если достаточно большой, то найдется. Вопрос – насколько большой? Первая оценка Ван дер Вардена была чудовищной. Например, для прогрессии длины 3 экспонента от экспонента от экспонента, и так число цветов раз. Это функция φ3. Функция φ4 – это φ3 от φ3 от φ3, и так число цветов раз. Ну, что-то совершенно жуткое, ну, не так даже хуже, непотребное. Для φ5 тоже. Это просто классическое доказательство теоремы Ван дер Вардена. Относительно недавно было получено экспонента от экспонента от экспонента, и всего лишь в семь раз. То есть это большой прогресс. Читал лекцию в Дубне Саша Разборов. Он, кстати, лауреат премии Тьюринга. С ним была такая история, что когда он победитель Межнара, он читал лекцию в Дубне. С ним была, кстати, история, что как-то психологи пришли во вторую школу, и тогда учителя попросили померить креативность вон у того мальчика. Ну, обнаружилась малая креативность. На самом деле учитель поставил эксперимент над самими психологами, равно как и школьники. Неважно. Есть еще один вопрос, который, казалось бы, не берущийся. Мы все точки плоскости красим в несколько цветов. Тогда найдется прямоугольник единичной площади одноцветный. Прямоугольный треугольник одноцветный найти можно. На эту тему даже будет статья в Мадзаметках. А вот про прямоугольник единичной площади это неизвестно. И можно сказать... То есть теорему Ван дер Вардена можно задать вопрос. Вместо слова подобия сказать гиперболический поворот. Гиперболический поворот – это сжатие одной оси, и растяжение другой так, чтобы сохранилась площадь. Вот у нас есть конечное множество точек одноцветное. Вот у нас есть оси Х, У. Сжатие по оси Х, растяжение по оси У. Так, чтобы площадь сократилась. Еще параллельный перенос. И вот найдется ли образ данного конечного множества одноцветный. Это неизвестно. И даже для, ну, условно говоря, какого-нибудь координатного квадрата. Это все неизвестно и не очень понятно, можно ли эту задачу взять и решить. Вот. Но мы можем поставить вопросы в игровой форме. Ну, давайте я скажу в игровой. Двое играет в такую игру. Один крестик – ну, сто ноликов. Цель крестиков – составить арифметическую прогрессию длины три. Эта задача была на турнире городов, и она довольно легко решается. Вопрос мы зададим следующий. Тоже турнир городов. А какое минимальное число ходов для этого требуется? И здесь это все вычисляется и все понятно. Что мы сделаем дальше? А тогда мы зададим следующий вопрос. Хорошо. А как получить прогрессию длины четыре? На турнире городов была аналогичная задача один крестик сто ноликов – поместить крестики в вершины квадрата. Вернемся к прогрессии длины N в такой игровой форме. Но теперь мы тогда поставим вопрос. А можно ли это все осуществить как можно быстрее? Можно ли это сделать за экспоненциальное время? Например, если мы делаем прогрессию длины N, то оценка снизу. Ну и вероятностным методом можно показать, что кусок должен быть не менее чем экспонента от N. Ну там довольно простая функция просто устроена от N и от числа от цветов. Это совсем легко. То есть снизу вероятностным методом. А вот сверху экспонент от экспонента семь раз. То есть оценка снизу и оценка сверху – они просто… Их соотношение не лезет ни в какие вороты. Одна – это только экспонент, а вторая – экспонент от экспонента семь раз. Видите, ну просто ни в какие вороты. Поэтому осмысленно поставить задачу в игровой. Сделать это дело игрушкой, а именно один крестик 100 ноликов. И крестики хотят сделать прогрессию длины N, но хотят это сделать как можно быстрее. Вот какое число ходов требуется крестиками? Моя гипотеза, что это можно оценить экспоненциально. Есть другая версия этой задачи. Допустим, идет игра в точки, красные и синие точки. Одна красная – миллион синих. Цель красных – создать прямоугольник на плоскости. Вершины прямоугольника, разумеется, не внутренность. Чтобы его площадь равнялась единице. Цель синих – помешать. В чем идея? А так общая проблема может и не берущаяся. Но давайте мы попробуем сделать эту штуку в игровой форме. Ну и дальше пойти по обобщению. А именно для любого множества найдется гиперболический поворот, ну, одноцветный. И это в игровой форме. То есть нужно создать образ данного конечного множества при гиперболическом повороте. И это было бы, наверное, осмысленно. Да, это, наверное, не берется в таком классическом виде. Но, может быть, оно берется в игровом. А вот в игровом смысле можно начинать с Вандервардена и построить прогрессию длины 4, прогрессию длины 5. Это почти олимпиадная задача. Прогрессию длины N. Ну, конечно, это следует из Семериди. Но тогда оценки будут непотребны. Хотелось бы сделать это, и это же проще, чем Семериди, сделать это как можно быстрее, чтобы оценка была так. Например, верно ли, что верхняя будет экспоненциальная, ну, или экспонента от полинома, а может быть и просто экспонента. То есть сделать это как можно быстрее. И тогда мы, может быть, таким гибридом прольем свет на Вандервардена. Есть другая форма этой задачи. Вот такая. Двое играют в такую игру. Ну, наверное, тоже вы знаете. На самом деле, два крестика, один нолик. Ну, крестики могут на ленте поставить сто своих в ряд. Хорошо. А как быстро они могут сделать? За два в сотый ходов можно, а вот за два в сорок восьмой умеем доказывать, что нельзя. А можно ли сделать, чтобы была бы разница между нижней оценкой времени и верхней была какая-нибудь поприличнее? Точнее. Или еще такая вещь. Наверное, вы знаете, что прохроматическое число плоскости. Что плоскость, как известно, можно правильно раскрасить в четыре цвета. Это известно. А теперь мы занимаемся игрой. В чем состоит игра? Игра состоит в том, что один художник рисует точку и соединяет с некоторыми ранее поставленными. Так, чтобы дуги не пересекались, а второй ее красит. Может ли первый заставить второго использовать более миллиона цветов? Ответ – да. Ну тогда, кстати, если дерево нарисовано, и они по очереди красят, то можно ограничиться четырьмя цветами. А здесь можно заставить более миллиона. Ну хорошо. А тогда я задам следующий вопрос. Пусть мы можем заставить использовать более миллиона цветов. А как быстро? Можно ли это сделать не за экспоненциальное время, не факториал какой-нибудь, а, скажем, за полиномиальное время? Вот такого рода комбинаторика. То есть хочется поженить задачи рамсеевского типа на игры. Вот это один из сюжетов, который меня интересует. Ну, Алексей, я думаю, что стоит сказать, что тебя интересует, конечно, не только рамсеевская математика. Понятно, что первокурсникам как бы это знакомие ближе. Но многие смотрят и в будущее, может быть, хотят чего-то как раз алгебраическое. Я считаю, что это нужно точно упомянуть как минимум просто общими словами, какие направления интересные и вот где можно продвигаться. Сейчас, сейчас, Андрей, я говорю про рамсеевскую, мы бы могли бы и с тобой на эту тему взаимодействовать. Да-да-да, конечно, я с удовольствием. Ну, мне кажется, что это, во-первых, я хочу сказать, что хотя это выглядит как игрушка, задача серьезная, потому что во многом благодаря Семириде, благодаря теореме Семириде сам Семириде получил премию Абеля. Другое дело, что некоторые снабы говорили, что возмущались этим, но это другой вопрос. И, кстати, а вы знаете, за что Теренс Тау получил премию Филдса? Может, знает народ, кто такой Теренс Тау? Интересно, кто-то из присутствующих знает, кто такой Теренс Тау? Несколько человек говорят, что слышали. Они просто не могут из аудитории сказать, у них микрофона нет. Нет, я понимаю. Так вот, он доказал, что среди множества простых чисел, если мы возьмем, найдется арифметическая прогрессия, сколь угодно длинная. За это он получил. Тонкость этого результата состоит в том, что это множество не является множеством положительной меры, ой, плотности. Множество положительной плотности, это значит, что если вы возьмете отрезок натурального ряда от единицы до n, и посмотрите, сколько в него попало элементов этого множества, ну и потом разделите на n, то есть найдете долю, то вот в пределе должно быть положительное число в верхнем пределе. Берете в верхний предел отношение количества элементов множества, попавших в отрезок от единицы до n к n. Пересекаете множество а с множеством от единицы до n, делите на n и устремляете к бесконечности, при n стремящемся к бесконечности, но верхний предел берете, вот это называется верхняя плотность. Вот если она положительна, то великая теорема Семьреди говорит о том, что там есть сколь угодно длинные арифметические прогрессии. Это сильнее, чем результат Вандервардена, который я вначале озвучивал. Вот это то, о чем говорит Алексей Яковлевич. А результат Терренса Тау еще сильнее, потому что я же буквально на прошлой лекции доказал, сколько простых от единицы до n. И их доля стремится к нулю. n поделить на логарифм n, если вы поделите на n, вы в пределе получите ноль. То есть это множество не является множеством положительной плотности, тем не менее в нем есть сколь угодно длинные арифметические прогрессии. И тем не менее, есть гипотеза Эрдиша, что если обратный ряд единицы на аито расходится, то среди множества чисел аито есть арифметическая прогрессия сколь угодно длинная. Но, как известно, величины, обратные простым числам, действительно ряд из величин, обратных простым числам расходятся. То есть это частный случай вот этой великой гипотезы Эрдиша, но гипотеза не доказана, доказана только для простых. Я хочу сказать, что вся эта проблематика, хотя выглядит как что-то такое игрушечное, на самом деле она вполне содержательная, интересная и глубокая. Да-да, я ничего не говорю. Я просто говорю о том, что... Предлагаю озвучить и другие направления. Да-да-да, нет-нет, я озвучу. Дело все в том, что есть одно из направлений, которое мне интересно, это комбинаторика слов. И у меня есть... Что я скажу про комбинаторику символьных последовательностей? Это тема, где можно получить результат алгебраической геометрии, в которой я работаю. Я вот упрекаю алгебраических геометров в снобизме, они пишут положительные отзывы на мои гранты. Собственно, в этой алгебраической геометрии, как правило, надо много лет учиться, лет пять, и потом получается первый результат. Это не всегда так, из правил есть исключения, но столбовая дорога такая. Комбинаторика слов – это область, которая, с одной стороны, нужна всем, она обслуживает и алгебру, и биоинформатику, символьные это, и, с другой стороны, в ней есть очень много красивых задач. Я готов говорить, но у меня просто осталось не очень много времени на эту тему, поэтому я, давайте, я ограничусь вот чем. Я просто это в чат брошу, давайте, я брошу ссылку на свой обзор, который связан с комбинаторикой слов. Давайте, это будет, пожалуй, правильно. Вот, кстати, у меня эти, и это, это вот одна часть дела, связанная с комбинаторикой слов. Я, давайте, всем, это, вот эту ссылку за нехваткой времени, сейчас, да, вот это я про к чатю. Что это значит? Что вот у нас есть последовательное динамическое множество, его отображение в себя, открытое множество, попали пишем один, не попали пишем ноль. И, кстати, еще одна вещь, которую я хочу сказать, что будет, есть еще задача про внешний бильярд, это вот что такое. Вот у нас есть многоугольник, из точки вне него проводим касательную, мы отразили относительно точки касания, и точка побежала. Что здесь будет? Но, на самом деле, тут можно, если это квадрат, то рядом с квадратом живут период 4, потом период 8, 12 и так далее. Если пятиугольник, фракталы, вот был такой Рухович есть, но он есть, он защитил диссертацию по 8, 12 и пятиугольниками зачистил. Но для других наверняка есть разного рода, наверное, есть не фрактальность, но периодические точки есть. Это тоже связано с символьными последовательностями. Есть еще тематика, связанная с алгеброй, которой я занимаюсь. Ну, смотрите, допустим, в группе есть тождество х квадрат равно единице для любого х. Тогда это группа Абелева, и если она, конечно, порождена, то она конечна. Это упражнение на семинарском занятии. Если двойку заменим на тройку, х в кубе равно единице для любого х, и группа, конечно, порождена, то она все равно конечна, но это уже задача студенческой олимпиады, трудная. Если же х в четвертой равно единице, то это проблема, встоявшая 40 лет. Если х в шестой равно единице, то это проблема, встоявшая 60 лет. Про х в пятой равно единице никто не знает. Если х в порядке 101 равно единице, есть контрпримеры. И вот из этого родилась теория гиперболических групп. И вот как работать со словами, соотношениями, символьными последовательностями в этой теории групп. И что можно. Ну, я просто обозначаю. Есть статья Кличко, очень интересная, в математическом просвещении, то ли в 2009, то ли в 2010 году. Это называется, но на самом деле есть и комбинаторная теория колец. И есть еще одна очень интересная такая задача. Вот у нас имеет, из которой следует ряд алгебраических проблем. А задача выглядит как олимпиадная. На ленте напечатали цифры от 1 до 9. Тогда из нее можно либо вырезать 10 стозначных чисел, идущих в порядке убывания, либо какая-то комбинация букв повторится миллион раз подряд. Я просто цифры от 1 до 9, чтобы исключить идиотские вопросы, а может ли число с нуля начинаться. Вот лента бесконечная, там в каждой клетке либо одна из цифр. Тогда можно либо вырезать К, Н-значных чисел, идущих в порядке убывания, либо какая-то комбинация с цифр повторится К раз подряд. И следующий вопрос. А какова длина фрагмента этой ленты? И это достаточно важно. Можно ли длину фрагмента ленты оценить полиномиально? В зависимости от числа буквы алфавита и вот от этого Н. Это достаточно важно. Но, конечно, бессмысленно размышлять над полиномиальностью, не сделав задачу, забив на оценки. Вот если забив на оценки, то эта задача будет уровня Всероса. Ну, в таком виде. А вот если дожимать оценки, тогда начинает быть интересно. Это тоже. И из нее, кстати, ряд проблем в теории колец тоже следует. И там достаточно важные оценки. Но как именно? У меня нет времени на эту тему говорить. Но, кроме того, я занимаюсь алгебраической геометрией, преснопамятной, а именно вопросами, связанной с квадтованием и гипотезой Якобиана. Но на эту тему я читал лекции в Дубне. Можно посмотреть. Есть, кстати, сайт massnet.ru. И вот там есть мой профайл. И там есть ссылка на лекции в Дубне, которые я читал вокруг алгебраической геометрии. Ну, и есть ссылки на проекты турнира городов. Ну, вот у меня есть часть проектов на ЛКТГ. И, конечно, продолжение этих проектов. Ну, вот есть такой турнир городов. Тургор.ru. И есть летние конференции. И там надо посмотреть летние конференции. Вот как-то так. Спасибо. Ну, тебе тоже спасибо. Так, товарищ, есть какие-нибудь вопросы к Алексею Яковлевичу? Ну, то есть я вот всячески добивался от него той информации, что он, конечно, очень разносторонний ученый. И, в общем, понятно, почему он так вот всячески продвигает понятную комбинаторику. Совсем непростую. Я чуть был не оговорился. Это совсем непростая наука. Теорема Семередия, Вандервардена и прочее. Но там порог вхождения достаточно низкий. А вообще, конечно, он занимается очень много чем. Но вот в конце он вроде это сказал. Так что обратите на это, пожалуйста, внимание. Вопросов не появилось? Ну, можно мне написать. Вообще вовремя, я понимаю. Можно мне написать. Я e-mail написал. А, e-mail надо оставить обязательно. Конечно, контакты все даем. Конечно, можно и нужно писать, да. Дальше вы уж там решите поперекистить. Кроме того, я еще есть в ВКонтакте. Да, в отличие от меня, Алексей Яковлевич социализован. Я вот в социальных сетях не присутствую. Ну, социальная сеть – это тоже инструмент какие-то. Конечно, инструмент, да. Но каждый выбирает то, чего успевает обрабатывать. Ладно, видимо, тогда все. Спасибо. Товарищи, в следующий раз будет последний раз, когда будут какие-то презентоваться задачки. Потом будут выступать наши второкурсники. Я еще буду кого-то приглашать. Ну, и ждать от вас известия о том, кого вы выбрали. Некоторые уже определились, но далеко не все. Вот, в следующий раз я обязательно выступлю. Ну, то есть я должен тоже сказать что-то про те возможности, которые предоставляю сам. Спасибо. До встречи тогда через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok